Нужно ли периодически менять свою медиаупаковку? Если да, то с какой периодичностью? Ну, я бы сказал как. Смотрите школу видеоблогеров. Вот мы за три года поменяли медиаупаковку четыре раза и будем менять еще пятый раз. Мы пробуем, мы понимаем и нам что-то нравится, что-то не нравится, что-то заходит, что-то не заходит. Поэтому, если есть, давайте так, о чем я мечтаю? Я мечтаю, что у меня на каждом канале была своя медиаупаковка. Причем в трех, в четырех вариантах. Почему? Я даже хочу, чтобы под каждый плейлист была своя медиаупаковка. Потому что люди сейчас, они привыкли к формату телевидения. А телевидение это всегда упакованный формат. И уже сейчас, когда есть каналы, когда есть ютуб-каналы, которые хорошо упакованы, у которых там открывашки, закрывашки, там титры хорошие, музыка хорошая, они изначально де-факто лучше, чем каналы, которые там сделаны на коленке. Раньше и сейчас есть контент, который сделан грамотно на коленке, но я очень часто вижу, что люди делают хорошие, грамотные, интересные каналы, но они так коряво запакованы, не такая плохая упаковка, медиаупаковка, да. И вот знаете, это очень похоже, я вам сейчас, я в бытность свою раньше занимался сайтами. И самая большая ошибка сайтов, владельцев сайта, они делали сайты так, как понимают они. И им было все понятно. Есть понимание, называется юзабилити, это удобство использования. И вот они приходили и говорили, ну как же все понятно. Посмотри, вот здесь вот. А у них, знаете, когда инженер-электронщик, радиоэлектронщик, да, он делает сайт, он делает каталог по понятным ему там структурам, по понятным там ему там всем этим делам, и он уже знает, потому что он на этом сайте вырос, у него 15 лет этот сайт, там на народе был сделан, и он знает каждую кнопочку. А новый человек, он приходит, он не знает. И вот, когда ты говоришь, что типа вам надо делать сайт не для себя, а для ваших покупателей, это же естественно. То же самое и вам, вашу медиаупаковку надо делать не для себя, а для ваших зрителей. И зрители должны реагировать на нее. Можно спрашивать, можно смотреть, можно просто спросить, какая лучше, этот ролик или этот. Посмотрите, у нас вот меняется упаковка, мы пробуем, мы стараемся, но всегда надо экспериментировать. Потому что то, что нравится одному, может не понравиться другому. Найти золотую средину трудно, но миксовать упаковки всегда, то есть, ну это обновление и вам приятно. Это как вот, смотрите, для меня медиаупаковка, это как новая машина. Вот новая медиаупаковка, это новая обертка. Новая обертка вашего контента. Это как вот, ну какая бы ни была там, условно, хорошая, не знаю, хорошая квартира, новая мебель ее всегда украсит. Ну лучше, да, когда будет новая мебель. Поэтому относитесь к этой новой обертке, как к шубе, да. Есть хорошая девушка, и у нее должна быть хорошая шуба, да. И когда новая шуба, это еще лучше, да. Соответственно, купите для вашего канала новую обертку, новую медиаупаковку, потому что он заиграет по-другому совершенно. То есть, и вы, вам будет нравиться делать этот контент. Почему? Потому что вы его будете конфету хорошо запаковывать и пробуйте разные упаковки. Поэтому я считаю, что, ну вот раз в год менять, я бы менял. Ну, либо начинал бы делать различные упаковки, допустим, с новогодним стилем, как сейчас там, да, либо там с каким-то весенним стилем, либо какой-то под плейлисты определенный делал бы. Вот. Поэтому так. Например, есть сейчас семейный канал, мы делаем упаковку для адвент календаря, это одна упаковка, а для канала там общая, там вот другая упаковка. Поэтому вот так. Пара-бара-бам.